Так, ты опять собрался перемотать эту часть? Медленно убери руку на место и слушай! Сегодня Акстар притворится, что не умеет играть на гитаре на прослушивание в музыкальные группы и школы на должность гитариста. А потом, давай вместе, вжарит. Ох, эти реакции. Кстати, именно от тебя зависит, будут ли подобные видео. Если под этим видео наберется 100 тысяч лайков за два дня, то сразу начинаются съемки третьей части. Всем привет, это канал Акстар, и я забыл, что дальше. И сегодня, притворяюсь новичком на собеседовании, вторая часть, потому что на прошлой части я набрался уже 100 тысяч лайков почти за сутки. Это было очень круто. И я знаю, что многие из вас хотят научиться играть на гитаре или уже начали учиться, и именно поэтому я провожу свои розыгрыши гитар, потому что очень прикольно наблюдать на реакции победителей, когда они присылают свои видео с гитарой. И сегодня вы увидите, как я вручаю гитару победителю лично. А победительница сегодня это маленькая девочка из Санкт-Петербурга, которая даже не догадывается о том, что мы ей подарим сегодня гитару. Но это вы увидите чуть попозже. А сейчас я хочу объявить итоги нового розыгрыша. Также 5 гитар. Одному из победителей я привезу гитару лично. Блин, я на этих гитарах скоро разорюсь, это очень дорого. В общем, чтобы участвовать, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить какой-нибудь комментарий, но очень важно в первые 48 часов после публикации этого видео, а также подписаться на мой инстаграм аксар.мьюзик, ведь именно там будут итоги этого розыгрыша. В общем, все. Приятного просмотра. Предварясь новичком на собеседовании. Участвуй в розыгрыше. Если есть опыт работы с детьми, будет очень хорошо. Хотелось бы узнать про вас, где вы учились, какой у вас опыт, и преподаете ли сейчас где-нибудь. Я закончил музыкальную школу в Санкт-Петербурге. Имею опыт преподавания. Но не профессиональный, а просто в лагере в детском рассказывал другим ребятам, как играть. Поэтому давайте вы нам продемонстрируйте, если у вас есть что-то классическое в произведении. А еще вот вопрос, да. Это именно классическая гитара, то есть и классические произведения, или что такое современное тоже? Нет, для начала, конечно, все классические. Я понимаю, понял. Да, нужна классика, но у нас также есть отделы любительского музицирования. В общем, если вы сможете помочь ребятам просто научиться ставить аккорды и петь под гитару, тоже было бы классно. Вот, из классической музыки. Так, это, наверное. Ну ладно. О, что-то я просто волнуюсь. Не переживайте. Вот так вот. Все хорошо. Но знаю, что есть там, получается, 7 нот. Вот, то есть это То, Ре, ну и так далее. Потом по сафеджо, ну, аккорды. Там трезвучие тонические есть, там всякие разные. Могу сейчас играть также Роман с Гомеса. То есть тоже, ну, самое популярное, наверное, произведение среди новичков. А, вот еще, например, Нирвана. То есть, если... Не Нирвана, а этот... Да-да-да, я вас послушаю. Ага. Или вот из классики, если смотреть, это то есть... В общем, кто помнит, в прошлом видео была забавная реакция, где один из парней отключился, а потом снова подключился. Я пытался заснять такую же реакцию, но у меня, к сожалению, не получилось. Поэтому мы решили искусственно ее добиться. В общем, мы исключили из конференции девушку справа. Я сыграл хорошо, а потом снова ее подключили. В общем, сейчас увидите. Идет этот... Угу. Это вот Чайковский. Хорошо, хорошо. А еще что-нибудь сыграть, пожалуйста? Я... Сейчас было нормально, да? Классно, да. Все, так же не нервничай, не переживай, все получилось отлично. Оля, он сейчас нормально играл, я не знаю, почему он при тебе не может сыграть. Хуа-шень. То же самое сейчас. Сюда чудное. А! С этим... Стоять. В общем, как я и говорил, гитару выиграла маленькая девочка из Санкт-Петербурга, одну из пяти гитар. Сейчас мы поедем ей вручать эту гитару. Мы связались с ее мамой, поэтому сама девочка ни о чем не подозревает. Посмотрим на ее реакцию. Я думаю, это будет очень мило. Короче, так как наша победительница маленькая девочка, то я решил взять для нее гитару не стандартного размера, а немного меньше. Пойдем. В общем, сейчас мама с этой девочкой находятся в торговом центре. Мы специально связались с ее мамой, чтобы девочка ни о чем не подозревала до последнего. И сейчас вот она увидит и узнает об этом в первый раз, поэтому поехали. Раз, два, три. Проверка звука. Павел, ты меня слышно? Отлично. Прекрасно. Как вы могли прочитать моем объявлении, я, в общем, в Пскове группу собираю «Дикие псы». Нам нужен молодой, четкий гитарист, талантливый, который может себя показать, знаешь, который может развиться, наступать с нами на сцене, да. Давай я сейчас на гитаре сыграю, чтобы ты понял примерно, как я вообще умею играть. Давай-давай. Да, Павел, я понял. Павел, это не тот уровень, который нам нужен, к сожалению. Можно одну секунду? Я сейчас позвоню. Позвоню кому надо. Это угроза, Павел? Помнишь, ты говорил, как можно быстро научиться играть? Ну, на гитаре. Как? Ага. Окей. Павел, вы собрались сейчас на гитаре учиться играть при мне? У меня времени столько нет. Да нет, одну секундочку. Так, ну все. Можно я еще раз сыграю? Давай. Ну как ты научился так быстро играть? Короче, есть такая тема одна. Я не знаю, но это секрет вообще. Расскажи мне секрет. Хочу знать все секреты. Короче, приложение Team Bro есть. Это приложение для тех, кто хочет быстро научиться играть на гитаре. Но как оно работает? Настраиваешь гитару тюнером и погнал. Смотри, тут есть огромное количество различных упражнений и песен, что очень важно. Причем упражнения как и для новичка, так и для такого опытного гитариста. Как все это работает? Смотри, у тебя есть гитара, у тебя есть приложение Team Bro. То есть ты играешь не в приложении, как ты мог подумать, например. А ты играешь на своей гитаре, а приложение считывает ноты, которые ты играешь, и показывает, правильно ты играешь или нет. То есть, грубо говоря, оно показывает тебе, какой лад на какой струне прижать, и проверяет, правильно ты играешь или нет. Давай я просто покажу на примере такого произведения Келизе. Тут можно отрабатывать его по частям, по разным упражнениям. Можно попробовать целиком. Давай, я попробую. Блин, реально круто. В общем, если ты всегда хотел научиться играть на гитаре, просто скачивай приложение Team Bro, бери свою гитару в руки, и учись играть вместе с Team Bro. Уже скачал. Саш, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Слышно меня, да? Ага. Очень хорошо, что мы наконец-то с вами созвонились. Да, просто так получилось. Я постоянно переносился. Да, ну я понимаю. Немножко расскажу, ну просто вкратце, да. У нас музыкальная школа. Месяц назад мы открылись, сейчас очень активно работаем в Южной Новгороде школа. И сейчас много заявок, очень много прям поток учеников, и нам не хватает просто преподавателей. Поэтому мы сейчас активно набираем. Я думаю, что ваша кандидатура заинтересовала. Расскажите подробнее немножечко. Опыт интересует. Вот опыт есть у вас? Ну я играю на гитару уже где-то более 10 лет. Вот. То есть музыкальная школа закончила, музыкальное училище. Ага. Вот. И ученики были, да. Всем в целом нравилось. Теорию могу спокойно рассказать там всю, что потребуется. На гитаре научите любое произведение. Хорошо. Так. А вот момент. Вот мы в Нижнем Новгороде, да, находимся. У вас, я смотрю, в анкете Санкт-Петербург указан. Вы как работаете? Я просто переезжаю туда, вот. Ага. Отлично. Отлично. Давайте так, что вот вы там только приедете, сразу мне номер у вас есть уже. Вы сразу мне звоните, придете к нам, мы вас оформим. Вот. Ученики уже точно есть. Расписание вам составим, и все, будете работать. А, вот по поводу зарплаты там, которая написана, вот такая и будет, да, получается? Зависит, конечно, там от, смотря сколько будете работать, составим вам расписание, вот. Об этом... Но в среднем примерно вот так? Да, да, точно не меньше, точно не меньше, да, потому что... А, отлично. Учеников сейчас очень большой, вот. Прямо мы работаем, работаем уже, говорит, целый месяц. Не хватает просто, не хватает рук. На гитаре сыграть что-нибудь? Ну, я как-то даже, ну, давайте, если хотите, сыграйте даже. Я просто тоже извиняюсь, я первый раз как-то у меня так, собеседование по Зуму, обычно все. На личном собеседовании происходит, вот, поэтому, может, я немножко растерялась, ну, давайте. Я понял. Я сыграю... Этот... Metallica, Nothing Else Matters. Ну, давайте, ага. Ой. Я еще на слух умею очень хорошо настраивать. Да. Нормально? Ага. Ну, наверное, хорошо? Хорошо, да. Сейчас. Волнуюсь просто. Да не волнуйтесь, что я. Вот так вот. Ну, хорошо. Хорошо, Саш, звучит хорошо. Там немножечко только настроить, наверное. Но вы, когда уже приедете, да, можем на месте это помочь вам настроим. Я думаю, что вы вполне с малышами, вот, тем, кто начинает, тоже научите. Да? Тогда давайте, как только договорились, да, как только вы приезжаете, сразу звоните. Потому что работы очень много. Договорились? Да, хорошо. Все. Я буду ждать звонка от вас. Все. Понял. Ладно, тогда до встречи. Да, до встречи. Получается, меня только что взяли на работу. Я, походу, понял, кто учит тех преподавателей с авито, которые обычно у нас в выпусках притворяют с новичком. Привет. Узнала? Узнала. Ты, в общем, победила в конкурсе. Участвовала, помнишь? Вот. Так что я хочу тебе подарить эту гитару. Она теперь твоя. Вот. Она небольшого размера, так что я думаю, тебе будет удобно на ней учиться играть. И, в принципе, вот так вот. Мне сейчас нужно как-то забатить на подписку, чтобы люди подписывались. Но у меня так замерз, и ничего в голову не лезет. Я просто попрошу подписаться на канал. О, смотрите, какой процент смотрят видео без подписки на канал. Больше половины смотрят и не подписываются. Но я стараюсь очень. Подпишись, если тебе интересно. Вот. Будет 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. Будет вот так. Спасибо. Здорово. Давай ты меня сейчас послушаешь. Я немножко поговорю. Ну, рассуждаю. Ты же объявление читал, Майор? Ну, да. Хочешь создать проект какой-то. Именно создать каверы. Делать крутые каверы. В общем, проект как раз заключается в том, что мы будем делать каверы на какие-то новые знаменитые песни. Это будет, по-моему, очень здорово. Я сам по себе вокалист. Вот. И я на гитаре, то есть вообще не умею играть. Я ищу как раз именно такого очень классного, виртуозного гитариста. То есть сейчас главная проблема в том, что я уже около месяца пытаюсь подобрать, наладить связи с кем-либо гитаристом, но 99% это просто ребята, которые играют обычными аккордами. А это вообще не то. Это вообще не то. То есть именно какие-то сложные гитарные партии нужно будет играть? Именно, именно. Соответственно, здесь у меня вытекает вопрос. Сколько вообще ты занимаешься гитарой? Ну, я занимаюсь около, получается, 10 лет. Нет. Ну, 10 лет это громко сказано. 7. 7 с половиной вот так вот. 7 это довольно-таки достойно. И если это действительно так, то я сейчас даже немножко обрадовался. Может, тогда сразу как раз покажешь, что ты умеешь. Только ту самую, короче, классную, чтобы я именно понял. Такой, да, я хочу сотрудничать именно с тобой. Добренько. Да, хорошо. Ну, смотри, есть батарейка. Это знаешь, да, жуки? Ну, батарейка это не сильно сложная композиция. Нет, она на самом деле довольно сложная. Ну, в общем, и так далее. И вот еще есть, еще есть эту вот батарейку. Да. Я понял. Ну, слушай, это здорово было. Значит, смотри, какой расклад. Я тебя услышал, мне было приятно с тобой побеседовать. В общем, запускаю свой проект примерно в марте, в конец марта. Вот так вот, да, то есть месяц. Я там канал оформлю все дела, мой контакт у меня есть, я еще наберу тебя, и мы что-то классное. Посмотри, еще есть такая тема, как, например, если есть драйвовых, ну, а вот еще. То есть я думаю, если гитарные партии наши будут, ну, в наших каверах, примерно вот такие вот. Я понял. Ну, именно. А, вообще, я готов, ну, даже вот на следующей неделе приехать, можем встретиться, в принципе. Короче, я просто сейчас это уезжаю скоро, на две недели как раз из города, понимаешь, и, ну, короче, я будем на созвоне. А, как приеду, как, ну, ладно. Конечно, как приеду, я, если что, наверное, наберу. Окей, добренько. Хорошо, ладно. Ну, все. А, слушай, еще есть песня Boombox с вахтером, вот она у меня, наверное, самая драйвовая. Boombox с вахтером, это одна из моих любимых, ну, композиций. В принципе, могу показать, ну, ее, я хорошо знаю. Мне просто уже достаточно было, серьезно, то есть, вполне, вполне. Ну, смотри. Ну, смотри. Вот еще, ну, вот такая есть. Паш, ну, а как это работает? Ты эту песню заучил 7 лет, а тебе, типа, пропускал занятия в школе или как? Я волнуюсь. Вот. Поздравляю тебя. Куда-сюда песня. Вот, так что учись, в общем, играть, и все будет классно. А сколько тебе лет? А как зовут? Лера. Может, передаю привет подписчикам. Спасибо. Первый вопрос. Первый вопрос. Сколько времени вы тратите на каждое видео? О, по-разному. Там 2-3 недели бывает. Вот так, но долго, много. Второй вопрос есть? Ну, чтобы вас не задерживать, я бы хотела один вопрос задать. Давай. А, все, да? А, понял. Спасибо большое вам. Удачи, в общем, развития. Если будут вопросы, пишите. Давай для начала представимся. Меня зовут Байер, я продюсер данной группы. Со мной вот вместе сейчас будет Никита, это наш вокалист. Впервые, да, у нас такое собеседование по скайпу. Ну, расскажи вообще о себе, давно играешь. Ну, вообще, я уже несколько лет играю. Всегда мечтал играть в группе. Это вот моя прямо мечта. Ну, я могу сейчас все показать в целом? Ну, давай, конечно, конечно. А, может, что-то определенное сыграть? Ну, давай, что умеешь лучше всего. Так вот, потом, значит, по гамме я умею очень хорошо ориентироваться. Вот, например, до мажор. До, 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 до. Ну, то есть, значит, знаешь. Да. Вот, например, Nirvana. Smells like in spirit. Слушай, друг, друг, подожди, остановись на секунду. Слушай, ты, ну, играешь, конечно, не очень плохо, но мне кажется, нам более опытный человек нужен. Я можно, я просто всегда мечтал, ну, можно я еще раз... Так, это понятно, ты неплохо, я тебе говорю, играешь, просто, ну, годик-другой еще потренируешься и... Я просто уже четвертый раз вот пытаюсь в группу попасть. Можно я еще раз сыграю? Ну, четвертый раз. Какие твои годы, друг? Ты еще такой молодой. Можно я еще раз сыграю? Хорошо, давай. И это я еще на барабанах умею. Это отлично, но нам барабанщик, я думаю, пока не нужен. Ага. И вот я, например, сочинил недавно. В принципе, неплохо, но я тебе говорю бы, все-таки нужен более опытный гитарист. Ты не расстраивайся, тебе сколько лет, ты же молодой еще такой. Какие твои годы? Будешь в группе обязательно играть. Хорошо, а сейчас я... Зачем же так с инструментом-то? Ёб... Ах... Можно я вам... У меня вторая гитара есть, можно я на ней сыграю? Ну хорошо, попробуй. Я просто уже боюсь тебе что-то говорить. Только вторую не ломай, пожалуйста. Вот так вот еще могу. Обалдеть. А что ты сразу-то так не сыграл? Да, я ничего не понимаю. Просто на этой гитаре получше получается. Вообще, она должна была вызвать положительные эмоции, но не знаю, насколько это получилось. Меня ты вызвал очень противоречивые чувства. Я первый раз вообще человеку так в чем-то отказывал. Первый раз у меня на глазах гитару поклонал. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Ну а если... Если мы наберем 100 тысяч лайков за два дня, то выйдет следующая часть. И вообще, лайки нужны для того, чтобы я понимал, что вам все еще интересно эта рубрика. Вот. Обязательно участвую в розыгрыше. Ведь одному победителю я привезу гитару лично. И еще четыре гитары отправятся в любую точку мира. Поэтому все условия в описании. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.